Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов Ящика Ответов. Сегодня вашему вниманию предлагаем разбор статьи из публикации за сентябрь месяц 2021 года. Тема статьи «Когда близкий человек оставляет Иегову». Статья изучается на неделе с 29 ноября по 5 декабря этого года и основана на стихе из Псалма 77.40. Сколько раз они раздражали его и прогневляли. Наш разбор отличается от статьи. Кто предпочитает оригинал, тот может прочитать его на официальном сайте или прослушать на встречах собраний. И тексты, если не указаны иначе, мы, как обычно, будем переводить из синодальной Библии. Как и в любой семье этого века, в духовной семье Иеговы иногда бывают трудности. Его служители становятся непослушными, и их либо приходится выпроваживать из дома Бога, либо они покидают его сами. Первым Иегову огорчил падший ангел, став дьяволом. Затем Адам и Ева. А после огорчал Израиль. Это нам известно из текстов Иуды 6. И сегодня в семье его народа бывает, что кто-то из служителей Иеговы либо решает покинуть собрание сам, либо его приходится выпроваживать, так же, как Бог выпроводил Адама с Евой из райского дома. Для собраний Христа установлены дисциплинарные меры, применяемые к тем, кто нарушает заповеди Иеговы. Они отображены в текстах 1 Фессалоникийцам 5.14 и 2 Фессалоникийцам 3.14. Если в разумлении не действует, и служитель Иеговы продолжает согрешать, не раскаиваясь в этом и не исправляясь, его исключают из собрания по принципу из 1 Коринфянам 5.11. Если кто-то из членов семьи перестает служить Иегове, это всегда тяжело для оставшихся. Как справиться с этим? Под заголовок «Не вините себя». Часто родители, чей ребенок покидает собрание и выбирает жизнь в этом мире, во всем винят себя, считая, что они могли бы это предотвратить, но не сделали это из-за каких-то ошибок, не смогли привить ребенку к любовь к Иегове. Однако, важно помнить, что, во-первых, Бог каждого из нас наделил свободой воли, то есть мы можем только за себя решать, слушаться его или нет. А какой путь жизни выберут наши дети, они будут решать сами. Бывает так, что родители были плохим примером для своих детей, а дети решили служить Иегове и остаются верными ему. А есть семьи, в которых родители вкладывали всю душу в детей и старались привить им любовь к библейским принципам, но те, повзрослев, отвернулись от Иеговы. Как бы то ни было, каждый человек сам должен решить, будет ли он служить Иегове или нет. По примеру Иисуса Новина, когда он сделал свой личный выбор в пользу служения Иегове, записано это в Иисуса Новина 24.15. А во-вторых, от нас, как от родителей, зависит далеко не все. Иегово видит сердце детей и сам взращивает тех, в ком есть хотя бы нечто богобоязненное, согласно 1 Коринфянам 3.6. Поэтому, дорогие родители, если, несмотря на ваши старания, привить детям любовь к Богу, ваши дети все же ушли из собрания, пожалуйста, не корите за это себя. А если собрание покидает один из родителей? Возможно, он даже уходит из семьи. Конечно, это может ранить ребенка, ведь детям свойственно равняться на родителей. Однако же, и в этом случае, служить Иегове или нет, каждый ребенок в конечном итоге решает сам. Как об этом говорит Псалом 26.10. Поэтому, если кто-то из дорогих нам людей оставляет Иегову, не теряйте надежду на то, что однажды он вернется. А пока это не произошло, нужно всеми силами самим укреплять свои отношения с Иеговой, чтобы самим не потерпеть кораблекрушения в вере. Под заголовок «Что поможет оставаться духовно сильными?» В ситуации, когда кто-то из членов семьи решил не служить больше Иегове, крайне важно и дальше заботиться о духовном благополучии, как своем, так и оставшихся членов семьи. Продолжайте поддерживать духовный распорядок, молитесь Иегове, регулярно читайте Слово Бога, размышляйте над Ним, применяйте в жизни библейские советы и посещайте христианские встречи. Оставаясь в духовном строю, вы дадите Иегове возможность укреплять вас. А если вас одолевают мрачные чувства, настойчиво просите нашего любящего Бога помочь вам смотреть на ситуацию Его глазами, хотя изливать свои чувства бывает и нелегко. В ответ Иегове поможет вам правильно понять происходящее. В этом случае помогут тексты из Псалма 31.6 по 8, также 61.7.8 и Исход 34.6. Особенно тяжело бывает в случаях, если член семьи не сам ушел из собрания, а его исключили. Но вы не согласны с решением, старейшин. Почему такое может быть? Не только потому, что мы любим членов своей семьи, и это может сделать нас необъективными. Ведь, как известно из Иеремии 17.9, наши сердца находятся далеко не в идеальном состоянии. А происходит такое главным образом потому, что комитеты у нас, свидетели Иеговы, проходят тайно от собрания. А если бы разбирательства с огрешившими были публичными, как заповедал апостол Павел, это помогало бы и судьям не скажать что-то на комитете, и обвиняемому объяснять свое поведение, и саверующим, наблюдающим за разбирательством. Они могут убедиться в справедливости старейшин и в том, что грех – это зло. Можно открыть тексты 1 Тимофея 5.19.20, также сравнить с Галатами 2.11.14 и увидеть, как должна вершиться справедливость. Подробнее говорили об этом видео 1.71. Можете посмотреть, кому интересно. А из-за тайных комитетов сомнения и кривотолки возникают естественным образом, и пресечь их требованиям общества слепо доверять решению старейшин крайне сложно, даже если старейшину пригрозят обвинением за недоверие им. И что же делать, если вам кажется, что членов вашей семьи обвинили несправедливо? 1. Если имеете доказательства от несправедливости обвинения, тот, кого исключили, может подавать письменную апелляцию. Нам известны случаи, когда несправедливость была восстановлена на апелляционном комитете. А если не поможет и апелляционный комитет? 2. Ну тогда придется. Во-первых, допустить, что сами вы можете неправильно оценивать происходящее из-за привязанности к члену семьи и из-за того, что он может что-то недоговаривать в объяснении своего проступка. 3. Ведь дыма без огня, как известно, не бывает. 4. Если дело доведено до комитета, значит, этому есть причина, согласно мудрости, записанной в притче 16.25. 5. Во-вторых, нужно понимать, что Иегова в происходящем не виноват. 5. Поэтому прекращать служить ему в отместку за исключение члена семьи, к примеру, или из солидарности с исключенным, было бы неправильно. 5. Вместо этого нужно отнестись к происходящему, как говорится об этом в Экклесиаста 3.16.17. 6. Не стоит ожидать в этом мире справедливости всегда и во всем. 6. И у Бога на любую ситуацию есть свой суд. Он и воздаст в конечном итоге всем, кто что заслужил. 7. В-третьих, нужно знать, что публично возмущаться решением старейшин тоже неправильно. 8. Есть единственный путь решать такие трудности. По совету Христа из Матфея 18.15-17. 9. В-четвертых, в поиске виноватых надо начинать с себя. 10. В большинстве случаев свидетели Иеговы сами виноваты, что дали повод для комитета. 10. О том, как не давать повод, например, из-за несогласия с некоторыми учениями, мы говорили подробно в видео 2.14-а. 10. В-пятых, если исключенный любит Иегову, то даже несправедливость по отношению к нему не отобьет у него желание продолжать поклоняться Иегове. 11. Вспоминайте Иосифа. И дополнительным мотиватором для нас может быть текст из Римлянам 8.28. 12. В-шестых, мера наказания для нераскаивающегося грешника в виде исключения и собрания – это заповедь Бога, а не выдумки общества сторожевой башни. Достаточно прочесть 1 Коринфянам 5.11, чтобы в этом убедиться. 12. И она может принести пользу согрешившему. 13. О такой пользе говорится в Евреям 12.11, 1 Коринфянам 5.1-5 и 2 Коринфянам 2.6-11. 14. Все это поможет оставаться духовно сильными, даже если мы сталкиваемся с несправедливостью в собрании. 14. И тем более, если член нашей семьи наказан справедливо. 15. Подзаголовок «Как может помочь собрание?» 16. Если члены собрания не будут бестактно напоминать о случившемся, чрезмерно стремясь утешить и успокоить членов семьи служителя Иеговы, исключенного из собрания, эту беду им будет проще пережить. 16. Подзаголовок «Не теряйте надежды и доверяйте Иегове». 17. Иегова не хочет, чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все пришли к раскаянию. 17. Цитата 2 Петра 3.9. 18. Даже если человек совершил серьезный грех, для Бога его жизнь по-прежнему драгоценна. 19. И для того, чтобы спасти нас, грешников, Иегова заплатил высокую цену, отдав жертву своего сына. 19. Поэтому он всегда готов с радостью принять свой дом детей, заблудившихся в жизни из-за опрометчивых поступков и решений. 20. В подтверждение только что прозвучавших мыслей можно прочесть Луки 15 с 11 по 32 и Матфея 18 с 11 по 14. 21. Поэтому, когда в собрании кого-то исключают, все скорбят об этой утрате. 22. А когда исключенные собрания возвращаются, братья и сестры принимают их с распростертыми объятиями, и радость их безмерна. 23. Если ты, дорогой наш читатель, на данный момент исключенный собрания, помни, что Иегова и все твои соверующие не перестают ждать твоего возвращения. 24. И пока еще есть возможность вернуться, возвращайся, чего мы желаем каждому нашему соверующему, кто когда-то покинул дом Иеговы. 25. Материал был подготовлен свидетелями Иеговы с сайта Ящик Ответов. 25. Спасибо за внимание.